Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я, ведущий священник Максим Портнов. Сегодня, когда строятся храмы, вместе с храмом строится еще и огромное количество детских центров. Вот что это за центры, какую роль они выполняют, мы поговорим с настоятелем храма в честь Блаженной Материны Московской, священником Иреем Дионисием Левиным. Отец Дионисий, здравствуйте! Здравствуйте, отец Максим! И отец Дионисий пришел к нам на передачу не один, а еще и со своей дочкой Дарьей. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте! Отец Дионисий, вы, наверное, тот священник, который стоял у истоков развития детских центров у нас в Самаре и потом еще и дальше в Самарской области. И, насколько я помню, в этом году юбилей вашего центра, 10 лет ему исполняется. Вот, пожалуйста, расскажите нам, нашим зрителям о том, как этот центр развивался, с чего это начиналось и в итоге какие плоды мы имеем сейчас. Ну, единственное, я, конечно, сниму с себя ответственность быть человеком, который стоял у истоков, потому что та система детских центров, которая выстроена в Самаре, это огромная заслуга нашего владыки-метрополита, Самарского и Новаковышевского Сергия. И эта задумка, которая родилась у него очень давно, это еще было в нулевые года, и тогда, собственно, и появилась сама система именно детских епархиальных образовательных центров, которые стали логическим развитием сети воскресных школ. Сам я, когда был в возрасте вот еще своей дочери, учился в храме, в воскресной школе при храме святых перворуховных апостолов Петра и Павла. Вот, сейчас у нас там находится офис некоммерческого фонда детский епархиальный образовательный центр, директором которого я являюсь с 2017 года. Но до этого структурой и всей вот этой вот системой детских центров руководил отец Вадим Подолько, до него несколько лет эту должность занимала уже представившаяся ко Господу Мария Александровна Матанцева, монахиня Асапова в постриге монашеском. Я тогда был в 2014 году владыкой, назначен настоятелем вновь открывшегося домового храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской. Это храм, который находится на перекрестке улицы Победы и Нововокзальная на станции метро Безымянка. И это храм, который находится в одном из помещений старого заброшенного здания, которое было построено на самом деле гораздо раньше, еще в нулевые, если не в 90-е. Это был самострой на территории сквера авиаконструкторов. Потом стройку заморозили и владыка попросил, а дайте его русской православной церкви, самарской епархии, мы сделаем там детский образовательный центр. На тот момент это далеко не первый детский центр, уже существовали детские центры и вот при храме Петра и Павла, и в 15-м микро-районе при храме Сергия Радонежского. Но этот детский центр стал, наверное, действительно одним из первых крупных, отдельно стоящих и вот в таком необычном стиле, в необычном здании. Потому что в 15-м микро-районе, например, это тоже отдельное здание, но это типовое здание бывшего детского садика. А у нас, ну вот как его любят называть и дети, и родители, да и педагоги, такой пряничный домик, дом-конфетка, такой вот домик с башенками, домик с куполами. Совершенно необычной архитектуры, необычной постройки. Владыка его полностью отремонтировал и меня назначили настоятелем храма. Первую службу мы совершали, Владыка служил ее, мы служили на Лазареву субботу, это был 2014 год. И с сентября мы начали занятие, а 10 ноября 2014 года состоялось официальное открытие. Вот, поэтому мы с вами сейчас встречаемся в преддверии такого нашего большого десятилетнего первого юбилея. Ну да, вот получается 10 лет это такая хорошая уже дата. И даже, вот вы сейчас очень рассказывали, как это вот все этапы были, а я вспомнил, что я был у вас в центре, когда его только-только отдали, и там начался вот этот вот ремонт. И получается по каким-то вот делам я здесь был, и мне показали, что вот смотри, вот строится, это вот такая идея Владыки. Так вот расхваливали мне люди, которые принимали в этом участие, что вот здесь вот там уже под сносы, чуть ли не шприцы валялись, а сейчас вот будет такая вот изюминка. Отец Денисий, так вот, начало есть, вот она такая хорошая, интересная точка, отчетная. И вот что из себя представляет вот этот центр, что в него входит, чем там занимаются? Ну, тут можно сказать даже чуть общо, да, если говорить не только, потому что наш детский центр в этом смысле он не уникален от других детских центров. Да, если говорить общо, то главная задумка, которую вкладывают владыка и священники вслед за ним в работу таких детских центров, это знакомство детей с православной верой. Потому что вот рядом сидит моя дочка, понятно, что она растет в православной семье, понятно, что ее воцерковление происходит в первую очередь в семье и, ну, достаточно глубоко, в силу того, что ее родители верующие люди. Но ведь есть теми, где дети не воцерковлены, и родители, может быть, верующие, может быть, сомневающиеся, может быть просто нейтрально относящийся ко всему, но были бы не против, если бы ребенок, в силу того, что мы живем в России, с ее, пусть и многоконфессиональностью, но, безусловно, преимущественным статусом православной церкви и влиянием, которое оказала православная церковь на русскую культуру, на русскую историю, на все грани жизни русского общества, многие родители очень хотят, чтобы их дети познакомились с миром православия. Как это сделать? Воскресная школа — это все-таки сообщество вот действительно детей, воцерковленных родителей. Преимущественно, как правило, родители приходят на службу в храм и ведут ребенка в воскресную школу. У вас, наверное, так происходит, да, в вашем храме. Детские центры работают каждый день, даже когда нет служб. Детские центры работают с утра до вечера, совершенно независимо от графика богослужений. И детские центры принимают детей абсолютно любых, где даже невоцерковленные родители. У меня даже учились дети из мусульманских семей, но чьи родители были готовы, что их дети будут знакомиться с миром православия, и педагоги, и священник будут приходить к ним на занятия, будут рассказывать им о Христе, о вере. Мы не заставляем детей участвовать в церковных таинствах, мы не настаиваем на крещении, например, некрещенных детей, но мы стараемся показать перед большим количеством пришедших к нам детей, а у нас возраст от 4 до 18 лет. И если взять, например, мой центр, то это в лучшие годы порядка 420 учащихся, сегодня это порядка 320, 300, вот так, наверное, сейчас точную цифру, может быть, не скажу, но в любом случае это много ребят. И, конечно, мы всех силком не воцерковляем, но мы перед всеми стараемся показать красоту православной веры, и поэтому у нас самые разные кружки, секции, спортивные, творческие, хор, хореография, вокал, военно-патриотические объединения, но через все эти программы красной ниточкой проходит знакомство ребенка с миром православия, с культурой православия. Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» – это уникальный проект Самарской области. Он был учрежден по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и при поддержке правительства Самарской области в 2004 году. С тех пор по всему региону открылось 27 учебных филиалов. В них дети бесплатно изучают английский, учатся играть на музыкальных инструментах, занимаются самообороной, поют и танцуют. Злате Зюлиной 15 лет, 7 из которых она проучилась в музыкальной школе, пока не услышала, как поет хор созвучия Детского епархиального образовательного центра. Случилось это в летнем лагере на хоровой смене. Злата решила продолжить музыкальное образование там и вот уже два года посещает занятия пения в епархиальном центре. Педагоги центра составляют учебную программу с учетом интересов детей. Учителя помогают и родителям, отвечают на их вопросы и дают советы. В этом году Детскому епархиальному образовательному центру исполняется 20 лет. За это время педагогический состав накопил огромный опыт и с удовольствием делится им с другими епархиями. Дарья, позволь, я к тебе приступлю. Так как ты действительно вот с самого детства своего, наверное, была участницей вот этого Детского центра. В три года я ее первый раз привел. В три года. Да, в три года ее было. Ну, в три года, наверное, ты еще не все помнишь. Но вот какие у тебя есть вот воспоминания о самом начале вот этого Детского центра и, может быть, ты расскажешь, что тебе нравится конкретно сейчас? Ну, я ходила в группу дошкольников. Вот. Мне там очень нравилось. Там добрые воспитатели, хорошие ребята. Много друзей нашла. Вот. Группа дошкольников – это альтернатива детского садика у нас. Существуют такие группы, они пользуются очень большим спросом в детских центрах. Когда ребенок, ну, вот Дашу я привел в три года, просто пользуюсь служебным положением, так сказать, да. Но вообще мы с четырех лет берем и три года до школы детей готовим. И у меня дочка в садик вот не ходила, вот она в школу выпустилась из такой группы. То есть они, правильно я понимаю, Дарья, что вы там каждый день приходили, у вас там были свои какие-то занятия и так далее, да? Да, мы там занимались прям. Так, а вот закончилась вот эта подготовительная группа и что дальше? Я параллельно еще в хор ходила и сейчас хожу. Вот. В младшем хоре все мечтала, что меня в старшие переведут, потому что старшие, они ездили много куда и клипы снимали. Расскажи нам, вот хор, это вы поете просто вот на сцену встали или где-то вы еще участвуете? Мы выступаем на разных концертах, мы поем в службу. Вот. У нас вообще разные произведения. А вот куда вы ездили, кроме вот Самары? Куда-то еще выезжали? На рождественские чтения в Москву. В Москву ездили? Ну, лично я не ездила, еще старший хор. А, старший хор. Да. А ты еще в детском хоре? Нет, я уже перешла, но еще не ездила. Но еще не брали? Да. Ага, так. То есть все-таки служебным положением не всегда получается пользоваться, да? Ага. А вот в принципе... Это история сапожника без сапог в определенном смысле, да. Потому что у нас как-то даже был с дочкой разговор на тему того, что вот я подрасту, ты будешь меня брать вообще? Вот. То есть когда ты везешь детей определенного возраста, там подростков, а ребенку еще только 7 лет. Вот. И в этом году мы на самом деле настроились взять дочку на рождественские чтения в Москву. И такая была история очень личностная, ну, я думаю, что, может быть, это многим преподавателям бы тоже откликнуться, когда вот... То есть все было готово. Ребенок уже в старшем хоре. Она уже готова к тому, чтобы наравне с другими поехать в эту поездку. И накануне, накануне поездки, на завтра уже поезд, а накануне поездки у нее диагностируют сахарный диабет. Ее кладут в больницу. И все. И она не едет с нами, да. И ты теперь онлайн за всеми следишь, да? Ну, да. Жду следующей зимы. За возможности все-таки. А вот, слушай, такой вот вопрос. А не получается ли так у тебя, что, ну, в какой-то степени за тебя родители решают? То есть вот есть центр, вот есть определенные там какие-то группы, и вот ты только туда. Или все-таки у тебя есть какое-то право выбора? Нет, я вообще все крышки сама выбирала, я люблю все. А вот кроме центра ты еще, получается, куда-то ходишь? Да, я хожу в музыкальную школу. Ты в музыкальной школе учишься? Да. Так, интересно, она в каком направлении? Флейта. Флейта? Флейта, да. Ух ты, как интересно. То есть ты, это, мучаешь соседей? Ну, да. Как в песне, да? У нас появился замечательный сосед. Ага, понятно. Ну, у нас, это, у меня супруга-то на пианино играет, и дети пытались. Но благо у нас появилась электронная пианино, там можно наушники вставить, и соседей не так сильно пугать. У нас есть кружок, на который она пошла, против которого я был, например, в нашем детском центре. Ой, отец, поподробнее, это как-то конфликты отцов и детей. Какой кружок ты посещала, где говорил, что, ну, не надо, зачем тебе это? Не помнишь? Она не помнит. У нас есть такое объединение, оно волнуется, наверное, английский язык. Так. Он, вообще-то, мне очень даже помогал в лицее при учебе. Да, одно из тоже таких направлений, которое может быть неочевидное для православного детского центра, но мега популярное. Конечно, однозначно. Это английский язык, но мы его делаем совершенно не как в школе и не как репетиторство. Мы делаем погружение в мир языка и знакомство с православием через погружение в мир английского языка. Вот, конечно, это не так глубоко, чтобы прямо там с православными святыми Англией познакомиться, хотя для старших ребят и это немножко есть. Но молитвы на английском и так далее, мультфильмы на английском, вот такое вот погружение в английский, ну, Даша тут, может, даже лучше расскажет, вот, но я в силу того, что я не любитель языков иностранных, вот, и в силу того, что я видел, на что дочь загружена, я спорил, я говорю, ну, не надо, ну, хватит, ну, уже и хор, и флейта там, ну, и, понятно, там, бассейн какой-то, что-то еще там для ребенка. Но перебор. Нет, она настояла на своем и ходила три года, так что. То есть тебе нравилось, да? А что именно тебе там понравилось? Ну, вот как раз то, что мы смотрели на английском очень много, как бы в школе такого нет. Нет. И ты прям понимала, что там говорится? Мы разбирали. А, то есть не просто смотрели, да? Просто я с английским тоже плохо дружу. Мы разбирали, у нас даже были распечатаны задания, прям по вот тому, что мы смотрели. Ну, подожди, вот ведь отец твой прав в этом плане, есть же еще школа, там свои задания, получается, есть еще музыкальная школа, там свои задания, есть еще вот эти кружки, это вот как все вместить? Ну, я вот хотела, я хотела везде. Ага. Мне прям нравилось. Так, а по факту вот сейчас все-таки загруженность, наверное, увеличилась и в силу вот еще и... Нет, даже наоборот, из-за болезни очень многое ушло. Свободного времени появилось? Ну, да, я ушла с некоторых кружков. Угу. Ну, а тебе сейчас вот что интересно? Чем ты сейчас еще занимаешься? Хором продолжаю заниматься. Вот. В бассейн хожу. Музыкальную школу. И все пока, да? Да. А, ну еще и, в принципе, школьные уроки, да? Да. Понятно, хорошо. Отец Денисий, вот вы коснулись несколько положений, которые есть в вашем детском центре. А вот я знаю, что вы еще с ребятами выходите в турпоходы. Вот можете про это рассказать, направление? Одна из важных задач детских центров, когда ты ими начинаешь заниматься вот по-настоящему серьезно, и тебе это нравится, и ты хочешь, чтобы это нравилось детям, она, ее даже задачей сложно назвать, она как бы естественная потребность. Как сделать так, чтобы возрослеющим детям было интересно? Ну, вот сейчас дочери 12, она пока еще в хор ходит. Ей, когда будет 15, ну, хор должен быть таким, чтобы 15-летнему ребенку было интересно. А, ну, не единым хором, да, значит, и другие объединения тоже должны быть такие, чтобы взрослеющие дети из них не убегали, чтобы им по-прежнему было интересно. И, ну, я скажу так немножко сленгово, но зато это позвучит четко, прямо и понятно. Не стремно приходить в детский центр под куполами православного храма, чтобы там не были только такие малышковые занятия, чтобы это было интересно современным подросткам. Это вот как раз, прости, очень тебя перебью, наверное, большая проблема именно в воскресной школе. Отчасти. Потому что вот у нас все более такое вот детского какого-то формата. Да, соответственно, что мы делали? Не то, чтобы мы садились и прям думали, как из этой ситуации выходить, но просто я естественным образом хотел, чтобы было интересно. Поэтому мы сделали летний лагерь именно в детском центре, где дети спят в спальниках, взрослеющие дети становятся сначала помощниками вожатых, потом вожатыми. Мы очень много ездили с детьми в другие города. Каждый год у нас была в конце года обязательно поездка со старшими ребятами в другой город. Мы ездили в Волгоград, в Питер, в Москву, в Казань, в Нижний Новгород. Мы очень много ездим на конкурсы, чтобы ребята совместить участие в конкурсе, например, хореографу или хора, и поездку, где атмосфера поезда, общение, разговоры, разговоры по душам. И вот это все. Потом дети приезжают, они хотят еще. Они не хотят уже уходить, они хотят еще вот этого. Мы вот, Даша упомянула, снимали клипы со старшими ребятами. И туристические походы, они встали в один ряд. Вот именно с вот этой вот, ну опять же использую такое слово, понятное, движухой, околоцентровской, где не только занятия, но еще и вокруг. Вот. Плюс в самом детском центре, конечно, мы старались проводить какие-то мероприятия для ребят, ну разного возраста, но в том числе и для старших. Это вечерки, они очень стали нравиться детям, всех возрастов абсолютно. Вот мы тоже к юбилею нашего центра привели большую открытую вечерку 20 октября. Это уличные гуляния, это кавер-группа музыкальная, которая появилась у нас в детском центре, фактически выросла из хора и из занятий вокалом. В отдельное такое направление. В отдельное самостоятельное объединение, но они приходят на репетиции к нам в детский центр. Вот, да, там кто-то уже даже женат и замужем, кто-то и в институте учится, но они приходят к нам. И глядя на них, сейчас у меня появилась вторая группа, где чисто подростки, чисто дети, они все еще школьники, и они приходят и занимаются, и вот как бы тянутся за вот этой вот первой группой института культуры. И вот туристические вылазки и с родителями, и без родителей в Золотой Бор, в Ширяево. Вот у нас есть традиция сентябрьских поездок на несколько дней в Ширяево. У нас есть традиция на мой день ангела ездить на пикник в Золотой Бор. У нас есть традиция с летним объединением лазить на гору Верблюд, ну и так далее. Вот русская селитьба, Смолькино село, это многодневные поездки. Сейчас вот мы планируем с ребятами в осенние каникулы тоже поездку, ну уже вот в ближайшие, получается, дни она состоится. То есть это все встает в один ряд каких-то, какого-то общения детей со священником, где священник предстает в неформальной обстановке не в Риасе на Амвоне, а с рюкзаком, там рядом с музыкантами, где-то еще. То есть вот дочь-то меня видит таким дома, а для других детей это порой шок-контент. То есть особенно вот 10 лет назад, сейчас-то уже попривыкли, так сказать. А 10 лет назад для ребят, я до сих пор помню эту картину, один из первых наших лагерей, значит, порядка 25 мальчишек, 25 девчонок, все по спальникам, всех уложили, ночь, я вожатый, мы с педагогами вожатели, тогда помощников еще не было, не выросли. Вот, это до пандемии еще был год, наверное, 17-й. Иду по центру, время 2 часа ночи, давай или 3 часа ночи, я просто делаю обход, ну, как руководитель, хоть и в городе, но все равно, там, мало ли что, безымянка, знаете ли, место такое. Я иду, делаю обход, проверяю там входы, выходы, смотрю у девчонок из комнаты, где они спят, под дверью лучик света. Ночь, вообще-то ночь, а телефонов нельзя, то есть свет откуда? Если бы большой свет, горело бы все, то есть тоненький свет, а телефонов не должно быть ни у кого. Я открываю дверь и вижу картину, под школь, под доской, у нас там класс и доска, над ней маленький светильничек, он включен, к этой доске спиной сидит, прижалась моя матушка вожатая, и вокруг нее все девчонки. И они вот так, открыв рот, слушают. 2 часа ночи. 2 часа ночи, она им что-то рассказывает, там, про нас, про дочку, про как мы там познакомились, ну, что-то рассказывает. О своем, о девичем, о своем, о девичем, вот этим девчонкам-подросткам, и они вот так вот на нее смотрят, понимаешь? И потом, конечно, эти девчонки в учебном году придут к ней на занятия и продолжат у нее заниматься. И вот, наверное, ты сказал в самом начале про истоки, я не хочу вот это, кто первый, кто не первый, но мне кажется, вот такой импульс в Самаре пошел от нашего детского центра. Сейчас я вижу, как многие другие детские центры делают то же самое, и я этому очень рад, потому что это важно. Важно, чтобы дети видели священника, батюшку, матушку в неформальной обстановке. Вот, Дарья, отец Дионисий вот много рассказал сейчас вот про вот такую вот внутреннюю жизнь. А вот у меня к тебе вопрос такой, наверное, личного плана. У меня ты тоже девчонки, и старше там уже 14. А вот каково тебе, в принципе, вот, когда отец священник, когда отец директор, когда отец начальник, вот, и ты туда вот вхожа, вот, как это среди других друзей? Ну, вот сейчас очень даже нормально, вот, а раньше было трудно называть батюшкой. То есть я постоянно подходила, пап, пап, и все время то, что я для тебя здесь батюшка, и вот это мне было трудно. А сейчас вполне нормально. Ну, у тебя же школа обычная, наверное, круг друзей-то еще и есть там соседи-друзья и так далее. Вот для них, как вот, когда они с тобой знакомятся, узнают, что ты дочь священника, это как-то влияет на отношения к тебе? Нет, вообще, нет. То есть они спокойно относятся? Да, спокойно, дружим общаемся, играем. Никаких этих. А вот ты пользовалась каким-то вот таким положением, значит, находясь в детском центре, а вы меня не трогайте, у меня там батюшка есть. Даже желания такого не было. Не было? Нет. Ну вот, а там что-нибудь более вкусненького там урвать? Или опоздала на занятия, там, а тебе скостят то, что ты дочь настоятеля? Нет, опаздывать нельзя. Опаздывать нельзя. Это для всех. Понятно, интересно. Отец Денисий, и, наверное, вот последний вопрос. В этом смысле, если честно, если честно, без шуток, у меня в центре все знают, что если у меня дети, ну, в том же лагере, вот дочь, она последние три года, например, с нами в летние лагеря ходит, то есть самое строгое отношение, конечно, к собственным детям. Меня за это многие ругают. Меня за это на самом деле и матушка первая меня журит, и многие педагоги говорят, что, ну, ну, ты же должен понимать, что можно как бы хотя бы не перебарщивать по отношению к собственным детям. Ну, у меня вот, наверное, такой недостаток. Строгий, отец? Ну, вообще нет, но бывает. Ну, бывает. Отец Денисий, вот еще прямо, наверное, несколько слов расскажите вот о том, какие есть еще центры, вот, может быть, насколько их много, хотя в этой передаче уже об этом говорилось как-то, но повторение никогда не бывает лишним. И, может быть, просто наши зрители, посмотрев эту программу, еще с большим энтузиазмом, особенно как вот вы очень так красиво рассказываете, и я даже жалею, что я далеко, и у меня нет возможности к вам пойти в ученики. Вот какие еще есть центры у нас в Самаре, и вот куда можно пойти, и что на самом деле церковь – это не страшно, а это даже очень интересно. Ну, с детьми работу сейчас строят, в принципе, на любом приходе, просто где-то это крупный детский центр, где-то воскресная школа, конкретно сеть некоммерческого фонда, она простирается на всю область, у нас по области 27 учебных филиалов и больше 50 мест реализации программ. Что это значит? Это значит, что один учебный филиал может занимать несколько адресов. Например, в Сызрани у нас один учебный филиал, но он находится при нескольких храмах, поэтому мест реализации больше. У нас порядка 50 образовательных программ по шести направлениям. У нас есть сайт nfd.rf, русскими буквами, где все в открытом доступе. Все наши программы, все наши фотографии, информация о всех наших мероприятиях. О мероприятиях мы проводим много интересных. Сейчас вот у нас будут спортивные игры памяти бойцов, которые защищают нашу родину 17 ноября. Мы их проводим. У нас весной мы проводим детский крестный ход, на который идут реально дети по городу, славя Христа. Те же летние лагеря, хоровые смены, военно-патриотические смены. То есть, если говорить про общее движение, то благотворительные елки на Рождество, колядки детские, много всего. Много интересного. В соцсетях все можно найти. Есть у каждого детского центра своя группа ВКонтакте, есть мы на всяких ресурсах, типа там Яндекс.Карта и так далее, в Телеграме. То есть, все это очень легко найти, посмотреть по различным поисковым запросам. Нас можно найти, было бы желание, был бы интерес. Но и чуть-чуть скажу, что меня радует, что спустя 10 лет в нашем детском центре по-прежнему интересно детям. Что когда-то набрав обороты, конечно, нельзя говорить, что мы только вверх все эти 10 лет. Да, вот это все всегда немножечко вот так вот. Но если говорить в общем, то меня очень радует, что спустя 10 лет на безымянке детям от 4 до 16 лет по-прежнему интересно приходить в наш домик. И они находят для себя занятия по душе. Родители находят для себя новые формы общения, коммуникации, взаимодействия. У нас хор родителей есть, например. Ну, понятно, у вас есть школа для родителей. У нас родители сценки ставят. Я знаю, сейчас к юбилею тоже готовят. Там потрясающие совершенно порой постановки у них бывают. И вот меня радует, что детям это по-прежнему интересно, что появляются новые дети. Ты всегда так немножко как руководитель переживаешь, кто на следующий год придет, какой набор будет, что за дети, кто останется из тех, кто уже учился. Очень радует, что находят для себя занятия и мальчишки в спортивных кружках, в рукопашном бое, в военно-патриотическом. И девчонки от прикладников, рисования, и до творческих, музыка. В прикладниках у нас еще лепка из глины есть. Там музыка, хор, вокал, хореография. Вот радует. Сейчас мы столярное мастерское открываем. Будет у нас новое направление. Вот шахматы хотим реанимировать. То есть стараемся, чтобы действительно, ну вот, такой центр притяжения на безымянке, он сохранялся. Зимой каток заливаем для малышей. Сейчас вот лофт пространства открыли для подростков. В надежде, что сможем тоже какие-то неформальные такие встречи проводить там. Вот, поэтому вот это, наверное, меня радует. Ты сказал про интерес. Вот, что спустя 10 лет по-прежнему интересно. Спасибо большое, отец Дионисий. Дарья, спасибо большое, что ты к нам тоже присоединилась. Дорогие зрители, я надеюсь, что через экраны телевизора вы заразились вот этой безумной, бешеной просто энергии и любови отца Дионисия. И вы, посмотрев на своих детей, которые лежат на диване, уткнувшись в телефоны, срочно их поднимите и поведете в ближайший детский центр. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова